Доброе утро! Спасибо, что встречаете его вместе с нами. Сегодня вторник, 28 ноября. Наши коллеги завершили работу, ну а мы продолжаем выпуск. Учёные из Англии выяснили, стеклянная посуда с цветными узорами опасна для здоровья, так как содержит высокие концентрации кадмия и свинца. Американские специалисты считают, нехватка сна замедляет мозговую активность и может спровоцировать временные провалы в памяти и проблемы со зрением. Ну а сейчас для вас ещё больше необычных новостей со всего света. Спорткар с позолоченным кузовом и эксклюзивной гравировкой. Такой роскошный экспонат увидели гости автошоу в Дубае, а представили столь яркое произведение искусства специалисты японского тюнинга-отелье. Трудно поверить, но вся эта красота – дело рук одного человека. По словам экспертов, уникальный железный конь станет настоящей находкой для коллекционеров. Правда, будущему обладателю спорткара придётся выложить кругленькую сумму – чуть больше одного миллиона долларов, то есть около 330 миллионов тенге. Это всё ручная работа. Гравировка наносилась не на металл, она создавалась в процессе покраски. Конечно, это кропотливый труд, и к нам поступают предложения из разных стран касательно этого автомобиля, который все уже прозвали «золотым». А этот не менее интересный дизайн придумали китайские разработчики. На такую работу их вдохновил американский самолёт. Эксклюзивный внедорожник стоит в два раза больше, чем спорткар с позолоченным кузовом. Специалисты из Объединённых Арабских Эмиратов тоже решили удивить. Они презентовали гиперкар с 16-цилиндровым двигателем. Его мощность превышает 5000 лошадиных сил. А это внушительная цифра. 19 тысяч редких изданий. В Грузии открылся первый музей книги, и теперь у жителей и гостей Тбилиси есть уникальная возможность воочию увидеть бесценные произведения. Постоянная экспозиция разделена на четыре части. В первую представлены самые старинные экземпляры. К примеру, это грузинско-итальянский словарь. Он был напечатан в Риме в 1629 году. Второй блок посвящен поэме Шотару Ставелли «Витязь тигровой шкури». Третья часть выставки – зал Ильи. Здесь можно увидеть экспозицию кабинета грузинского поэта Ильи Чавчавадзе. Ещё одна гордость музея – современное хранилище. Этот зал посвящен французскому востоковеду и основоположнику грузинской археологии Марии Броссе. В 1934 году начал свою работу Казахский научно-исследовательский институт культуры. Ну а 12 лет назад в Казалардинской области открылся завод по производству риса. В 2014 в Национальном музее Казахстана прошла презентация экспоната «Алтын Ханшаем» – таксайской принцессы. Какими ещё событиями знаменательна эта дата, узнаем прямо сейчас. Казахстан 16 лет назад из Черноморского порта Новороссийск вышел первый танкер с тенгизской нефтью. В 2005 году в Алматы прошла презентация первого сольного альбома группы «Улутау». 9 лет назад в Толдыкургане состоялось открытие «Дома дружбы» Ассамблеи народа Казахстана Алматинской области. В 2011 году Национальной библиотеке Казахстана передано редчайшее фоксимильное издание летописного свода Ивана Грозного. Четыре года назад посольством Казахстана в Объединённых Арабских Эмиратах издан журнал на арабском языке, основатель государства Ельбасе. В 2015 году в Алматы презентовали новый альбом Батырхана Шукенова «Аманат». Сегодня благоприятный день для решения рабочих вопросов. Удача будет сопутствовать энергичным людям, уверенные астрологи. Ну а сейчас давайте посмотрим, какие рекомендации даст номеролог Айсу Луахимова. Что она расскажет о цифре дня. Доброе утро, дорогие друзья! На календаре сегодня вторник, 28 ноября 2017 года. Цифра дня по нумерологии 22. Цвет дня зелёный. Число удач 4. Это день общения и налаживания диалога. Сегодня максимум всего, что вы можете добиться наиболее эффективно и достаточно легко будет происходить путём обаяния, общения, коммуникаций и выстраивания правильных взаимоотношений. Преодолевайте всё путём дипломатии и понимания, поскольку в основе дня лежат коммуникации, правильное общение с людьми. Поскольку интуиция этого дня ошибочна, очень важно в голове выстраивать чёткие рациональные подходы к решению вопросов. Уделите также время и внимание своим близким, а особенно детям, при этом не забывая о том, что если вы что-то им сегодня пообещаете, вам необходимо будет выполнить. Вибрации этого дня больше подходят под обучение, чтение и внутренний рост. Спорт также приветствуется, особенно танцы и йога. Массаж и детокс-процедуры – отличное завершение вечера. При этом также хотела бы заметить, что сегодня лучше избегать мест с большим скоплением людей. В плане здоровья уделите внимание печени и желудочно-кишечному тракту. Хорошего вам дня и добрых эмоций! Со следующего года необходимо начать подготовку кадров для преподавания нового алфавита на латинице, а также учебников для средней школы. Подробнее о планах в рамках перехода казахского языка на латиницу расскажут наши корреспонденты. В Национальной библиотеке Казахстана открыта выставка книг на латинской графике. В экспозиции представлены редкие экземпляры, выпущенные с 1928 по 1942 годы. Например, буквари для детей и взрослых и даже Конституция Казахской ССР. Посетители могут увидеть здесь около 250 ценных изданий. На данной выставке мы попытались представить полностью весь спектр тематики книг, изданных в тот период. Так, если вначале у нас идет это законодательство, кодексы, конституции, да, потом дальше у нас идет это художественная литература, казахстанская литература, да, это произведения Абая, произведения Джамбула Забаева. Дальше у нас идет переводная литература всемирная, это Пушкин, Лермонтов, Гюго. На выставке можно ознакомиться не только с документами, книгами, но и периодическими печатными изданиями. Среди них центральные газеты, такие как «Янбекш-Хазах», «Аул», «Ленинш-Лжаз» и журналы «Жана Адбет», «Жана Мектеп» и другие. До наших дней сохранился номер газеты «Янбекш-Хазах» от 10 января 1929 года. Ныне она называется «Егемен Казахстан». В ней было опубликовано решение четвертой сессии КАСЦИК о переходе делопроизводства на латиницу с 1 октября 1931 года. Как известно, в начале 20 века казахский язык несколько раз претерпевал реформы. Начиная с 1926 года постепенно-постепенно начали переходить на латинскую графику. И согласно постановлению 1942 года, все документы, начиная с 1941 года, должны были издаваться на кириллице. То есть в начале 20 века наш алфавит менялся трижды. В фонде редких книг и рукописей Национальной библиотеки хранятся более 10 тысяч экземпляров изданий на латинской графике. Все наименования были занесены в каталоге казахских печатных книг. Библиографические описания в нем расположены в хронологическом порядке. Из них 33% у нас общественно-политические наименования, 32% это дитя по литературе и остальные по разным видам. А кто к нам обращается? В основном обращается несколько категорий людей. Это, в первую очередь, население, которое уже в возрасте. Есть категория молодежного населения, молодежь, которая очень легко переходит, потому что вы знаете, что ежедневно нашу жизнь сопровождают латинской графикой. По словам Жанаты Сидуманова, подобная выставка для казахстанцев имеет большое значение. Посетители экспозиции могут почерпнуть для себя большой объем полезной информации и воочию увидеть ценные исторические документы. Айман Кайст, Асфролов, Жанакун. Интеллектуальная собственность – результат работы человека, и она в нашей стране защищается законом. При условии правильного оформления вашего изобретения, как получить патент, расскажет Нурсауле Баянова, юрист. Нурсауле, здравствуйте. Так как же, давайте для начала разберемся, какие объекты могут считаться интеллектуальной собственностью? Интеллектуальная собственность – это результат творения человеческого разума, в первую очередь. И к объектам интеллектуальной собственности относятся литературные произведения, художественные произведения, научные открытия, какие-нибудь ноу-хау, песни, музыка, фонограмма, стихи. То есть всё то, что придумано, а не сделано руками. Да, не сделано руками, придумано именно разум человека. И Гражданский кодекс наш, тоже Республика Казахстан, делит на два типа интеллектуальную собственность. Первый – это то, что было сказано, произведения художественные разные, научные открытия. И второй тип – это компании. То есть как та или иная компания может отличаться от остальных компаний логотипом, слоганом своим каким-нибудь, фирменным наименованием и так далее. Как получить патент на изобретение? Для того, чтобы получить патент, вам в первую очередь необходимо обратиться в комитет интеллектуальной собственности Министерства юстиции Республики Казахстан и подать туда заявление. После определенных проверок, это, я так понимаю, недолго всё происходит? Это вы, получается, сдаёте пакет документов, проходите первый этап, это экспертный этап, где специалисты в данной области, в которую вы подаёте, проверяют ваши изобретения. И проходит следующий этап, это уже когда документооборот проверяется, правильно ли вы оформили документы, которые вы сдаёте. И получаете документ свой патент. Какие нужны, например, документы, помимо того доказательства, что вы создали? Предположим, вы показываете книгу, которую написали, или название говорите, которую придумали, либо песню показываете. Что ещё нужно собрать? Вам необходимо собрать, то есть существует две пути, как можно получить патент. Электронная форма сейчас можно уже сдавать через электронное правительство. И в бумажном виде непосредственно в канцелярию комитета вы отправляете по почте пакет документов. Это заявление, описание вашего изобретения. Описание обязательно должно быть точным, чётким, ясным, для того, чтобы именно эксперты понимали, в чём заключается новизна и сущность вашего изобретения. При необходимости нужно добавить туда чертежи, разные формулы и так далее. И сдаёте документ, подтверждающий оплату за проведение экспертизы и доверенность, если вы через представителя все эти документы сдаёте. Ну а срок оказания госуслуги и какова её стоимость? Срок оказания госуслуги составляет 18 месяцев, так как это очень долгий процесс, проверяется на мировом масштабе. Если в других странах такое же произведение, как у вас, по стоимости, в первую очередь вы оплачиваете экспертную организацию деньги для проведения экспертизы, согласно приказу министра юстиции, она составляет, варьируется стоимость от 300 тенге до 18 тысяч тенге. И для получения, для выдачи непосредственно патента, вам необходимо также заплатить государственную пошлину в размере 100 МРП. В случае возникновения каких-либо споров, я думаю, что такое наверняка уже происходило на оплате, причём, может быть, даже неоднократно, в каких инстанциях и за какие сроки возможно эту всю ситуацию разрешить? Если возникли какие-нибудь споры в отношении вашего изобретения, то в первую очередь, согласно патентному закону Республики Казахстан, вам необходимо обратиться в апелляционный совет, где ваше заявление, заявление патента обладателя, либо лица, которое возразило против вашего изобретения, рассматривается ваш спор. И если же вы или человек, который подал заявление, не согласно с решением апелляционного совета, то уже вы подаёте исковое заявление в государственные судебные учреждения уже в течение шести месяцев с момента внесения решения апелляционного совета. Представляю вам огромное спасибо. Спасибо большое. А нашу программу и наш выпуск продолжат, наверное, главное наше создание. Главное – наша радость. Да, за которых мы будем постоянно гордиться и радоваться. Балапанчики в эфире. Потому что солёный. Потому что лук кислый. Потому что лук горький. Сан-доминик. Человек-лук. Эппл-дрек. Рангель. Таков, чтобы машины лехали. Чтобы машины не сбивались. Чтобы машины правильно ездили. Чтобы не переходить дороги. Не выйдя на машину. Чтобы машины мне не сбивались. Формула хорошей песни – это слова, которые рассказывают историю и передают чувства. И мелодия, заставляющая трепетать сердце. Именно о таком музыкальном произведении пойдёт речь в нашем следующем материале. Что со мной случилось? Я не знаю. Эту песню Искендер Хацангалиев может исполнять без устали. Причём каждый раз по-новому. Наверное, потому что поёт с душой. Поёт про единственную неповторимую женщину на свете. Про свою далеко. При слове «адимао» голос композитора вдруг становится на полтона выше. А в глазах читаются «Мечта, нежность, надежда. Всё для любимой супруги». И это произведение тоже. Музыку к знаменитой песне народный артист Казахстана написал 47 лет назад. 1970 год. Город Караганда. Я тогда был лауреатом ленинского комсомола. Моё выступление запланировали во дворце шахтёров. Зал был переполнен. Я, как только начал петь, в первом ряду сразу заметил светлую девушку с карими глазами. Она до того была красивой, что мне очень сильно захотелось познакомиться. Искендир Хасангалиев полюбил девушку с первого взгляда. Известного певца ничего не испугало. Ни строгие родители, ни братья-боксёры, ни суровый взгляд далеко. Но их знакомство было недолгим. На следующий день девушка уехала в Москву, а популярный композитор в Алматы. И только спустя 7 лет они снова встретились. В то время, когда я ходил и думал о том, когда же я встречу ту девушку из Караганды, скучал, мечтал, тогда и родилась песня «Адимао». А слова написал Бакир Тажибаев. «Снова не ответит, где же ты мой друг, Адимао». Когда он сказал, когда он сказал, что я вот, ты знаешь, я столько песен написал, был уверен, что когда-то тебя встречу, и одна из моих песен, которая очень посвящена тебе, это «Адимао». Вы знаете, я не поверила в это. По-честному, я не поверила, думаю, да так просто, наверное, стал артист. И знаете, вот такие люди. Но получилось так, что он сказал, я посвятил тебе, и он сразу стал петь и без музыки эту песню. Где-то есть рояль, там пианино, под гармошку, под боям он пел эту песню. Народный артист Казахстана посвятил своей супруге и другие лирические произведения, например, «Гульсезем», «Сену Ойлаймен», «Есне Ал», но именно «Адимао» слушатели назвали гимном любви. Айман Кайст, Асфролов, Жанакун. Клара Исабаева, руководитель пресс-службы Государственного музея искусств имени Аблхана Костеева, коллекционер. Работала старшим преподавателем Казахского национального университета имени Альфараби. Работала в подразделении посольства США и в посольстве Великобритании. Автор статьи и телевизионных передач о музее, куратор музыкального вернисажа Академии искусств Асем Алем и международных выставок «Хобби, путешествия и кулинария». Клара Камиловна, доброе утро. Доброе утро. Спасибо, что вы к нам пришли. Спасибо вам за приглашение. О культуре и о приятных новостях из мира культуры очень нравится нам говорить даже по утрам. По ту сторону экрана огромное количество зрителей, которые с каждым годом, этот процент становится все больше и больше, которые интересуются искусством, культурой и так далее. Вот расскажите о мероприятиях и проектах, которые проводит ваш музей на сегодняшний день. Дело в том, наверное, вы знаете о том, что Государственный музей искусств имени Аблхана Костеева – это самый большой художественный музей нашей страны. В нашей коллекции, значит, находится более 25 тысяч предметов искусства. Поэтому мы стараемся, ну, к сожалению, наше сверхновое здание, которое было возведено в 1976 году, уже к этому моменту устарело, и мы можем экспонировать только 30% от этой великолепной коллекции. Поэтому у нас идет, значит, основная наша деятельность, приоритетная, самая ведущая – это выставочная деятельность, организовывать различные выставки. И прежде всего это казахстанских художников. С момента основания музей был задуман как такая организация, которая будет, во-первых, собирать коллекцию, фундаментальную коллекцию искусства Казахстана. Но кроме этого у нас еще есть такая миссия, как образовательная миссия, пропагандистская миссия и так далее. Поэтому мы ежегодно проводим около 80 выставок. Прежде всего это выставки казахстанских художников. Так как мы можем выставлять 30% только, а у нас в фондах кранится огромное количество прекрасных работ наших корифеев, то мы проводим временные выставки, например, связанные с юбилеями выдающихся казахстанских художников. Ну, например, в 2015 году у нас к 85-летию Гульфарусы Смаиловой была выставка, посвященная Гульфарусу Смаиловой, а также в связи с 85-летием ее мужа Евгения Сидоркина. В этом году, в 2017 году, у нас очень много юбилеев наших выдающихся художников, создавших собственную национальную школу, так называемых шестидесятников. И у нас уже прошла выставка Шаймардана Сареева, и сейчас идет Абдрашита Садыханова. То есть чем интересны эти выставки? Абдрашит Садыханов широко представлен в постоянной коллекции нашего музея. Его несколько, до пяти работ они в постоянной экспозиции. Но кроме этого, есть очень много и других его работ в наших запасниках. И мы хотели бы, чтобы наши зрители ознакомились так же, да, в полной мере с этими работами. Кроме того, вот сейчас выставка, которая идет Абдрашита Садыханова, она представляет большой пласт его работ, прекрасных, последних, в символическом таком стиле, из частных коллекций. У вас прям целый мир, это отдельная планета музея. Это, во-первых, казахстанские художники. Кроме того, кроме наших корифеев, таких как Айша Голымбаева, Гульфорус Исмаилова, Александр Колоденко, Ольга Кужеленко и других, которые на протяжении всей истории нашего изобразительного искусства творили, кроме этого, у нас есть великолепные художники, которые сейчас работают. И, конечно, весь наш год, 2017-й, мы показывали современных казахстанских художников. Такие, как, например, казахстанский художник корейского происхождения Виктор Мун, Александр Ророкин, Сергей Зоуров, сёстры Габо, это их псевдоним Габо, а их зовут Балхия и Галия Кусаиновы, и Алексей Уткин, певец нашего города Алматы, и многих-многих других художников. И ежегодно у нас проходит выставка, в связи с нашей основной задачей пропагандировать и сохранять казахстанское искусство, у нас проходит выставка Союза художников. Вот сейчас она как раз в данный момент в нашем подразделении, в Центральном выставочном зале она проходит. И все современные художники, очень многие, представлены не только из Алматы, но и из городов Тарас, Павлодар, из городов, ну и других городов Казахстана. Жизнь кипит. Жизнь полностью кипит. Но мы не хотели бы, как бы сказать, останавливаться только на казахстанских художниках и только на каком-то одном стиле, например, академическом стиле. Кто-то работает в академическом, кто-то работает в символическом стиле. Ну, сегодня да. Мы хотели бы разнообразно, поэтому мы регулярно организуем зарубежные выставки зарубежных художников. Например, у нас прошла выставка Андрея Копчака из Закарпатия, украинского художника, очень интересная. В прошлом году, в 2016-м, у нас был самый высокооплачиваемый художник мира Дэмин Хёрст при содействии Британского совета. А в этом году также при содействии Британского совета совместно с музеем Виктории Альберта мы организовали очень интересную выставку современного искусства и дизайна, вдохновленного, значит, исламской традицией. Людей, интересующихся искусством, с каждым годом становится всё больше на вашем опыте. Вы знаете, по посещаемости. Конечно, искусство у нас люди очень любят, и нас это очень радует. И не только по посещаемости наших выставок, но у нас, как вы сказали, мероприятие просто не дошло до них. На самом деле, кроме основной выставочной деятельности, у нас ещё очень много сопутствующих, если можно выразиться, мероприятий. И, конечно, люди на них ходят. Один из таких проектов – это музыкальный вернисаж, который идёт каждый первый четверг, каждого месяца. И здесь мы объединяемся вместе с нашими коллегами. Это традиция. Да, уже третий год. Мы объединяемся с нашими коллегами, музыкантами. И я очень рада, что нам удалось создать такой высочайший уровень этого мероприятия, что у нас выступают в основном лауреаты республиканских и международных конкурсов. Но, например, в сентябре, ко дню города, при содействии Акимата города, за что мы очень благодарны, в рамках этого музыкального вернисажа у нас выступил оркестр под управлением Марата Серкибаева. Это оркестр Акима города. И дальше мы дали возможность молодым, нашим талантливым гитаристам Зауреш и Асану Нарбутаевым, которые тоже, несмотря на свою молодость, они уже лауреат республиканских и международных конкурсов. Они выступали в октябре, например, а в ноябре у нас была итальянская классика в нашем великолепном зале Западной Европы. И выступали ведущие солисты оперного театра Алматинского. Слушайте, как это невероятно. Это невероятно, потому что люди ходят. Вы знаете, хочу сказать, что всегда музыкальные вернисажи посещаются дипломатическим корпусом, который в Алматы, это Генконсульство Германии, Генконсульство США активно ходит, Генконсульство других стран. Интересный момент. Да. Ну, вы знаете, что случилось на последнем вернисаже? Пришли, значит, гости из Южной Африки. Насколько наша слава достигла и высокое качество этого мероприятия. Значит, и в музыке, и музыкальных гостях, которые посещают ваши вернисажи, не за горами иностранные артисты, да? Да. Мы уже ввели какое-то время переговоры с посольством Франции. Надеюсь, что вот когда-то это у нас получится. Шикарно. Кварка Минова, скажите, какие вы проводите мероприятия для того, чтобы привлечь ещё больше людей, особенно молодёжь? Допустим, бесплатная ночь, да? У нас есть целые недели искусства. Некоторые из них в какой-то степени платные, но люди всё равно ходят, потому что им интересно. А некоторые, значит, они бесплатные, как вы отметили. Вот. Если взять март, например, у нас идёт неделя наурыза. На эту неделю, если вы приходите в национальном костюме у любой страны, не обязательно в казахском, то вход в музей совершенно бесплатный. Дресс-код. Да, в рамках этого мероприятия наурыза у нас каждый день проходят мастер-классы, прежде всего, по декоративно-прикладному искусству Казахстана, потому что это казахский прежде всего праздник. Вы можете, значит, валять войлок, вы можете изготовить текимет, вы можете изготовить из войлока ваши дети открытку и так далее. То есть активные вот такие. Затем, вы правильно сказали, это акция «В ночь в музее». На самом деле она международная, она проходила в музее уже более 10 лет. Она проходит, но с приходом 3 года назад нового директора, профессора Гульмира Шалабаевой, конечно, наша «Ночь в музее» активизировалась. И сейчас у нас более 3 тысяч, 4 тысяч за одну ночь посетителей приходят в музей. Давайте расскажем, как это выглядит. Что такое «Ночь в музее»? Вы знаете, «Ночь в музее» – это обычно 18 мая или какой-то рядом день. Мы стараемся, чтобы «Алматинцы», чтобы «Ночь в музее» не была совместно с другими музеями, чтобы «Алматинцы» могли посетить и наш музей, и другие музеи. Стараемся делать в разные дни это. И часто это бывает 18 мая. Люди с детьми могут посетить до 12 или до 2 часов ночи. Зависит от программы «Наш музей». И каждый раз это различная программа. У нас в различных залах могут выступать различные музыкальные коллективы. В этом году, в 2017-м, называлось «Ожившие призраки». Но на самом деле это были не совсем призраки, это были герои тех картин, которые экспонируются в нашем музее. И вот они, значит, кто-то из них играл на фортепиано. Абай ходил, декларировал свои стихи. Казахские батыры защищали родину. Очень креативно. Да, да, да. Кто у вас креативный директор? Такие отличные идеи. Ну, это наш экскурсионный отдел. Они, значит, делают такие интересные представления, которые нравятся нашим алматинцам. У нас даже ковертики мед ходил в 2017-м году на ночь в музей. Но на самом деле не только ночь в музей, но и все каникулы для детей. У нас существует акция «Приведем каникулы вместе», где вы со своими детьми можете развить свои креативные идеи, свои творческие навыки. И в зависимости от времени года, от каникул, например, в наурызные каникулы, вы можете делать печенье с символикой юрты, верблюжатой и так далее. В конце концов, приобщить к искусству молодого поколения. Да, да, да. Клара Камилловна, я понимаю, что огромное количество экспонатов в музее, чем можно гордиться. Но какая главная ценность и гордость к музее Костеева? То, ради чего большинство все-таки приходит в этот музей полюбоваться? Ну, как я вам уже сказала, наш музей был основан в 1935 году. И с момента основания наша самая главная задача была – это собрание, формирование коллекции фундаментальной казахского изобразительного искусства. Лучшая в мире коллекция казахского изобразительного искусства находится в нашем музее. Но, вы знаете, ваш вопрос такой, как когда-то мне задавали. Клара Камилловна, что вам больше понравилось – Германия, Англия или Франция? А я говорила, мне все понравились, каждый по-своему. И также мы относимся к нашим уважаемым посетителям, потому что иностранцам, конечно, больше всего, интереснее всего зарубежным посетителям – это наш декоративный зал декоративно-прикладного искусства и зал Казахстана. Три-четыре зала, где представлена вся история казахского изобразительного искусства, начиная с Костеева и так далее, через все годы. Но есть люди, которые очень любят русский зал, где находятся шедевры русского искусства, переданные в свое время нам из Третьяковской галереи, из Русского музея. Такие там есть у нас, есть и Верещагин, есть Крамской, есть Аргунов, есть Брюлов и так далее. То есть самые выдающиеся русские художники. Рейпин. То есть некоторые люди очень любят этих художников. Другие любят Западную Европу. У нас пять стран эпоха Возрождения – барокко, классицизм, рок-ко-ко. Все виды представлены – Англия, Франция, Фландрия, Голландия и Германия, начиная с Ренессанса и кончая импрессионизмом, то есть XVI-XIX век. То есть каждый посетитель, мы не диктуем людям любить то направление или иное. Вы даёте возможность выбрать своё. Да, потому что некоторые любят контемпорари-арт. У нас были с новым директором, у нас была выставка Ербасена Мельдебека в 2015 году, в 2016 году Елена и Виктор Воробьёвы, которые в 2017 году представляли на Венецианской биеннале «Казахстан». То есть совершенно разные стили искусства представлены в нашем музее. Кларка Амиловна, у вас сейчас потрясающая возможность, как у такого высокоинтеллигентного интеллектуального человека, обратиться к нашим зрителям с утра, пригласить, возможно, дать какие-то анонсы и просто поделиться хорошим настроением. Что же впереди и как бы свои пожелания уже от вас. Ваши пожелания. Уважаемые алматинцы и гости города, добро пожаловать в Государственный музей искусств имени Аблхана Костеева. Мы готовим для вас прекрасные выставки, другие великолепные мероприятия, такие как Академия искусства «Семале», музыкальный вернисаж, акция «Проведём каникулы вместе», «Наурыз». Мы всегда рады видеть вас в нашем музее. Я больше чем уверен, что вся наша телевизионная группа, не говоря уже от нас, уже готова пойти. Помнили о том, что давно не были в музее. Обязательно. Кларка Амиловна, вам огромное спасибо. Приходите к нам ещё, с удовольствием с вами будем общаться. Делитесь новыми новостями, что нас ждёт впереди. И ещё раз вам огромное спасибо, хорошему настроению. Развитые и больше посетителей. Мы предлагаем вместе с вами в нашей замечательной компании посмотреть прекрасные материалы от наших корреспондентов. Более 80% информации человек получает посредством зрения, поэтому наши глаза находятся в постоянном напряжении. По словам офтальмолога Асель Бигпасова, это может стать причиной усталости мышц этого органа и ухудшись остроту зрения. Основная работа и подвижность наших глаз осуществляется за счёт мышц. И, конечно же, при зрительной нагрузке все наши мышцы напряжены. В результате этого и головные боли тоже могут происходить. Сиживание на работе за компьютером приводит к тому, что идёт постоянный спазм этих мышц. За счёт этого идёт нарушение кровообращения в глазах. Это тоже приводит к снижению зрения. Снять напряжение и укрепить глазные мышцы можно с помощью специальной гимнастики. Её необходимо выполнять утром и вечером. В целях профилактики упражнения достаточно делать до пяти раз в день. При близорукости или дальнозоркости эта цифра может достигать 30. Первое упражнение – зажмуривание. Необходимо очень резко, в течение минуты зажмуривать глаза. Тем самым мы улучшим кровообращение в глазном яблоке. Следующее упражнение – массаж глаз. Это упражнение проводится таким образом. Тремя пальчиками мы ставим на верхнее веко и очень нежно отпускаем. Несколько раз проведя это упражнение, мы улучшаем гидродинамику глаза. Ну и последнее упражнение, которое я бы рекомендовала делать всем. Упражнение называется метка на стекле. Необходимо на стекло наклеить либо какую-то бумажку, в конце концов наклеить какой-то пластилин. И встать у окна, посмотреть 30 секунд на эту меточку и потом перевести взгляд на самое дальнее здание или дерево. Мы тренируем аккомодацию и опять же также мы расслабляем свои мышцы. Хамиджан Батуржанулы уверен, именно такая гимнастика помогла ему остановить миопию. Я уже сам давно ношу очки, у меня проблемы со зрением уже начались очень давно. И чтобы поддерживать зрение, я делаю это упражнение. Оно ухудшалось с каждым годом. А сейчас оно приостановилось, приостановилось свое ухудшение благодаря этому. Но помните, любые упражнения для профилактики и восстановления зрения будут малоэффективными, если не следить за здоровьем всего организма. Ханша Саилы Гулова, Ильха Маюпов, Жанна Кун. Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Мы желаем вам успехов во всех начинаниях. Продуктивного вам вторника и увидимся завтра, как всегда, на телеканале Хабар. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин